всем привет сразу говорю спасибо всем тем кто пишет комментарии под этими роликами мне очень интересно их читать я узнаю периодически что-то новое узнаю о ваших вкусах меня это вдохновляет в любом случае даже если эти вкусы чьи-то вкусы вызывают меня недоумение и депрессию все равно это вдохновляет на дальнейшее творчество которым я занимаюсь не только здесь а много где еще и не безуспешно эмоции ведь самое главное эмоции комментарии не все но некоторые вызывают эмоции а это самое главное что стимулирует любое творчество спасибо всем тем кто материально поддерживает канал это тоже очень приятно и напомню вам о том что есть такая штука как плейлисты на канале и перед тем как вы хотите чтобы я показал какую-то определенную пластинку посмотрите в плейлистах может быть она там уже есть потому что роликов уже в районе 300 и вполне возможно что вы обнаружите искомая там но вот про эту пластинку я еще не говорил хотя beatles запланирован у меня в полном объеме но запланирован потихонечку выкладывается револьвер 1966 год все это знают в августе этого года 66 пластинка вышла и потрясла мир до сих пор потрясает потому что она действительно очень хороша она очень хороша с какой стороны на нее не посмотри она хороша она эпохальна она чрезвычайно богата музыкой мелодиями фантазией выдумками чудесами звукозаписи которые до сих пор в таком с таким вкусом я бы сказал и в таком количестве далеко не все применяют далеко не у всех это получается несмотря на обилие всяческих обработок и способов звукозаписи сейчас такого такого эффекта общего не всем далеко удается достичь я имею ввиду чисто о записи сейчас я веду речь не о качестве музыки но и с другой стороны эта пластинка для меня лично никого не призываю вставать в мои ряды для меня лично она является олицетворением конца эпохи рок-н-ролла вот так не больше не меньше не больше не меньше на раба soul это уже так проклюнулась на револьвере это стало очевидным из револьвера началась та самая рок музыка которую мы имеем сейчас во всех аспектах то есть в основном эта музыка не существующая в природе ну согласитесь да что сыграть револьвер вживую с тем же самым звучанием которое мы имеем на пластинке невозможно ну просто невозможно никак этой музыки в природе не существует она существует только в искусственном таком вот виде виде носителя либо это виниловый диск либо там все что угодно но так вот прийти бэндом с инструментами выйти на сцену и сыграть не получится уже никак нигде и никогда ну и основная часть музыки которую мы с вами слушаем она точно такая же то есть имитацию на сцене сделать можно с помощью электронных приспособлений различных можно даже сейчас уже там и голограмму солиста запустить на сцену и он будет ходить по сцене петь до имитировать это все но это уже это уже кино это уже не это не живое исполнение да правда это уже это в общем не рок-н-ролл это уже такая вот музыка музыка отдельная ну и револьвер как раз вот на нем и закончилась вся эпоха живого рок-н-ролла многие дергаются до сих пор колбасятся и тащат все-таки дух рок-н-ролла например the rolling stones которых я обожаю и отчасти именно за это что они протащили сквозь века не больше не меньше просто настоящий базовый исходный рок-н-ролл и держится этого направления держится этой штуки все остальные уже так сказать играют на другом поле в этом ничего страшного нет это не хорошо и неплохо это просто другая музыка другая форма музыки другой друг друг другая форма музицирования другие задачи у нее другие цели наверное да хотя если говорить о панк-роке то нет то панк-рок еще дал дал рок-н-ролла возродил его можно сказать из пепла тысячи 10 лет спустя между прочим после этого да условно говоря всеми шестом году из 76 до сих пор еще масса групп еще тянут эту всю беду в хорошем смысле этого слова но да ладно люди имеют право и безусловно художник имеет право на самовыражение и волен играть и записывать музыку так как ему нравится так как он хочет в данный момент и пластинка замечательная она очень хорошая я повторюсь еще раз да другое дело что для меня beatles закончился на пластинке help а это уже beatles номер два уже не тот самый beatles который я влюбился и который свел с ума миллионы слушателей во всем мире просто свел с ума и до сих пор они в сознании все сведенные с ума до сих пор сознание не вернулись в том числе я и это был не револьвер это были альбомы please please me with the beatles hardest night help тот же самый и и и и вот но револьвер прекрасные песни какую не возьми все прекрасно даже не знаешь с чего начать рассказывать вот песню которые которые очень не любил джон леннон and you bird can sing например лену она не нравилась хотя я сейчас с таким удовольствием и слушаю прекрасная гитарная соло в интервал сыгранная полом маккартни и харрисоном несколько раз повторяется одна и та же музыкальная длинная музыкальная фраза и если внимательно слушать 2 раза она сыграна одинаково а потом она все время играется по-разному все время там появляется глис анда там глис анда из самого начала на первых нотах но потом оно растягивается 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 и нотки там немножко меняются и подача меняется и заключение такое делается плавно-мощная. И вот эта игра в интервал гитарная, ее придумала оказывается не группа Judas Priest, как принято считать, не группа Wishbone Ash, как принято считать, а группа The Beatles на альбоме Револьвер. Ну, конечно, многие так играли, но так вот явно заявить на альбоме эту штуку, вывести ее вперед и как такой вот прием, который вот мы так играем. Я такого, честно говоря, не слышал. Очень здорово, очень красиво. Не знаю, что там Лену не нравится. Не нравилось. Ну, да бог с ним. На удивление, мне очень понравилась песня. Понравилась сейчас. Раньше она мне не нравилась, между прочим. Вот эта песня Маккартни Good Day Sunshine она мне не нравилась. Она мне казалась какой-то дурацкой, кабацкой, примитивной. Достаточно. А сейчас я с большим удовольствием ее слушаю. Ну, может быть, это я впадаю в детство. Но она какая-то такая кайфовая, вот это вот фортепианное начало в нижнем регистре. И фортепиано с такими искажениями так заобработано, что то ли это бас-гитара с овердрайвом, то ли это мелотрон, то ли что. Но на самом деле фортепиано, конечно, там это слышно, что фортепиано, но звук заобработан до неузнаваемости абсолютно. Ну и потом прекрасная игра на барабанах. Ринго Стара, которого я обожаю как барабанщика, как музыканта вообще. И очень хорошая штука получилась. Fono One хорошая баллада Маккартни. Я Маккартни вообще-то не шибко, как люблю сольное его творчество. А здесь он еще не ушел в этот свой такой сахарный мелодизм. И все-таки дух рок-н-ролла еще присутствует здесь в этой песне Fono One. Соло на рожке там. Очень интересный. Доктор Роберт хард-рок перекликается с песней Texman, с которой начинается альбом Texman. Удивительное произведение с отличным гитарным соло, который тоже сыграл Маккартни. Вот ему бы быть лидер-гитаристом, ему цены бы не было. Он так зверски сыграл в Texman здесь, что просто замечательно. Очень тяжелые песни. И Texman, и Доктор Роберт, но Доктор Роберт полегче. И Доктор Роберт, он все-таки такой умца-умца. И от этого, наверное, ходили разговоры, что это посвящение Бобу Дилану. Он, в принципе, такой балладный по структуре. Просто сыгран тяжело в электричестве, с гитарами в первую долю. Но, в принципе, такая Дилан-ообразная баллада получается. I want to tell you Харрисона, как уже как у него потом все это развилось. Вот эти вот его сложные, протяжные такие длиннофразовые мелодии. Сперва даже неуловимые. Сперва трудно понять, где заканчивается мелодическая фраза и где начинается следующая. А они так-таки режимы такие. Ну, потом привыкаешь, и ничего, все хорошо. I want to tell you. I got to get you into my life. Вот эта песня меня раздражала всегда, раздражает до сих пор. Душные такие, духовые. Ну, понятно, что хотелось сделать что-то такое вроде сол. Ну, и музыканты здесь, конечно, вместе с Эмериком и вместе с Джорджем Мартином распряглись не то, чтобы научились пользоваться всем оборудованием, а поняли его возможности и поняли, что можно и духовые, и струнные группы привлекать, и все это писать. Все получается красиво, но здесь духовые так поддушивают в конце, что сил никаких нет. Tomorrow Never Knows первая песня. В том смысле, что с нее начали записывать этот альбом музыканты и накрутили эффектов невероятное количество. Это, конечно, самое психоделическое произведение на тот момент времени, наверное, в мире. Наверное, никто такого еще не делал, потому что тут и петли, тут и обратная запись, и все, что угодно, и реверберация, и все, 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 что было под руками, все использовано. Петель там, по-моему, пять разных задействованы в этой песне. Очень хорошо. Очень хорошо все получилось. Про Тексман мы говорили уже, Элена Ригби. Струнный актет, не побоюсь этого слова. Мне это не очень нравится, честно говоря. Это все очень красиво, но такой а-ля Моцарт. Здравствуйте, это похоже на Моцарта. Ну, можно Моцарта послушать, и не убудет от меня. Ну, Маккарт не поет, да, хорошо, все замечательно, но как-то это не самостоятельно. Не узнаю я группу Битлз здесь. Ну, красивенько. Вот все, что я могу сказать, красивенько. Слово красивое я произносить не буду. Красивенькое полотно. Вот I'm Only Sleeping, вот это действительно вещь. Это вот такая вот раздолбайская игра на акустической гитаре, и при этом она раздолбайская ровно настолько, насколько нужно. Потому что I'm Only Sleeping, я только сплю. И во сне вот это вот все происходит. И обратная гитарная, обратно записанная гитарная партия Харрисона, которую он писал по информации, которую я там владею всю ночь. Он сидел, записывал эту гитарную партию. Там тоже сдвоенная и стройная даже гитара. Все это в обратную сторону запущено. Очень красиво, очень уместно, очень все на месте, очень точно. Очень хорошо. Love You Too я даже не буду комментировать. Игру Харрисона на Ситаре. Ну, сыграл на Ситаре. Да, здорово. Но в целом, опять-таки, в альбоме Револьвер это все на своем месте. Все прямо вот одно вытекает из другого. И все логично, все естественно, все красиво. Но мне кажется, какой-то такой вот такой вот самостоятельной ценности эта песня не представляет. она в альбоме Револьвер она на месте. Извините, что я так по-небратски к Битлз отношусь. Here, the end, everywhere. Традиционно красивая баллада, балладная балладная баллада. Традиционно красивая, традиционно просто вот Битлз есть Битлз. Все-таки не не изменишь их ничем. Вот как умели, так и умеют. В хорошем смысле, я говорю. Вот умеют. Умеют писать красивые мелодии. Yellow Submarine песня, написанная Маккартни в содружестве с Ленноном, в содружестве с Донованом и спета хором вместе с Ленноном, с Донованом, с Брайаном Джонсом, с Марианной Фейтфул, с кем-то там еще, с Джорджем Мартином все подпевали. И прекрасно спел ее Ринго Стар. Изумительно. Мне очень нравится. Шестьсет, шестьсет, еще одна песня, которая где-то, где-то, чуть-чуть перекликается с Tomorrow Never Knows, но очень удаленно, очень, очень, как намеком таким. Такая же Ленноновская, проникновенная, трогательная и агрессивная, я бы сказал, даже, несмотря на то, что она кажется мягкой достаточно, но там чувствуется, Леннон все-таки он самый рок-н-ролльный человек из всей этой компании, замечательной группы Битлз, он самый рок-н-ролльный и он до конца таким и оставался. Собственно говоря, поэтому он из группы и ушел, ну, фактически ушел, по факту, по действию по своему. Он ушел, он не смог дальше существовать в формате Битлз, потому что, как я уже говорил, рок-н-ролл закончился в 1966 году, а у Леннона он все-таки внутри бушевал. Но альбом прекрасен с точки зрения музыки, популярной 20-21 века, лучше мало что записано. Так что остается только пойти и выпить за эту замечательную пластинку. пока. пластинку.